Я Лихачева Екатерина. Обращаюсь к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять ту ситуацию, которая сложилась сегодня вокруг меня и моей семьи, под личный контроль. В феврале 2019 года ко мне обратилась моя близкая на тот момент подруга Елена Березовская, с которой мы с детства знакомы на более 30 лет, с просьбой оказать ей услугу и оформить на меня Саратовский металлообрабатывающий завод. Насколько мне известно, этот завод раньше принадлежал ее мужу Алексею Березовскому. В общем-то, формально он так и принадлежит до сих пор этому человеку. Просто необходимо было переоформить это предприятие на чистого человека, как мне объяснили, так как какие-то проблемы начались лично у него по политической линии. Ну, я этого достоверно не знаю. С ним я знакома не была до этого момента. В общем-то, была знакома только с тем человеком, который меня попросил оказать вот такую услугу. Так как эти люди меня, в принципе, никогда до этого не подводили, я, в общем-то, ну, получается, пошла навстречу. В марте 2019 года на меня оформили завод и еще одно предприятие, которое дочернее или недочернее, я не знаю. В деятельности этих предприятий я участия не принимала никакого ООО «СМЗ» и торговый дом «СМЗ». Далее в апреле 2019 года Елена Березовская обращается ко мне с просьбой провести ревизию по управляющей компании «Стимул». Управляющая компания «Стимул» принимала дома, которые строили фирмы Алексея Березовского. Всего было под управлением управляющей компанией «Стимул» 30 домов. Руководила тогда этим предприятием Тарновская Ольга. Я, в общем-то, соглашаюсь, так как на тот момент я уже, ну, около года являлась руководителем ТСЖ на доме, в котором сама проживаю. И эта сфера мне была, в общем-то, знакома. Мы проводим эту ревизию, выявляем множество нарушений, в том числе и по наличным денежным средствам. Я рассказываю о том, что, в общем-то, да, там был ряд нарушений и по авансовым отчетам, и по кассовым. И это то, что было, как бы, видно сразу, изначально. Ну, и Елена, и Березовская, и Алексей Алексеевич очень удивлялись этому моменту в свое время. И, как мне казалось, даже, ну, верили в то, что их обокрали. После того, как была проведена ревизия мною, мне предложили, в общем-то, занять должность директора, потому что нужен честный человек был, который смог бы как-то вырулить это предприятие. Ну, я искренне верила, что это действительно этим людям нужно. Поэтому согласилась быть руководителем в управляющей компании «Стимул». Какая кредиторская задолженность на момент моего прихода была в управляющей компании, я сразу понять не смогла, потому что были уничтожены все документы, это вся первичная документация, фактически изъята программа 1С, бухгалтерия, изъята программа 1С ЖКХ, то есть начисление по жильцам, полной картины того, куда я попала. Она у меня появилась где-то через полгода после того, как, в общем-то, был проведен официальный аудит и выявлен аудиторами был предположительный ущерб по тем документам, которые у меня остались от ревизии, а это полтора года всего, предположительный ущерб, согласно выводам аудиторской фирмы, составил 28 миллионов рублей за полтора года. Потом пришлось выяснять, сколько кому должно предприятие из контрагентов, это и СПГС, и Водоканал, и Рекоператор, и НЭСК, ну, были достаточно, где-то они были огромные, где-то они были терпимые, но самый большой долг был, как потом оказалось, в Паута Плюс, то есть это порядка 60 или 70 миллионов. Как только я выяснила такое количество долгов, ну, я поняла, что мне нужно что-то делать, и пришлось написать заявление в прокуратуру. Первое заявление было мной написано 9 августа 2019 года в прокуратуру Кировского района, приложен был аудиторский отчет, приложены были документы, ну, а дальше мы прошли 7 кругов ада для того, чтобы как-то завести уголовное дело. Мною было написано порядка 100 или больше 100 заявлений. В итоге эту управляющую компанию оформили на мою маму, она является учредителем, потому что на них было нельзя оформлять, ни на Елену Березовскую, ни на Алексея Алексеевича Березовского нельзя было оформлять, ни на маму Лены нельзя было оформлять, потому что на Алексея Алексеевича уже тогда на тот момент была введена в отношении него лично как физлица процедура банкротства. Они находятся в браке и, ну, то есть в любом случае имущество, банкрот, он расплачивается своим имуществом, в общем-то. Мама Елены, она тоже является депутатом городской думы, поэтому, как бы, к ней могли бы возникнуть вопросы, ну, по крайней мере, мне так объяснили, ну, как бы, помочь же близким, это же дело, как бы, чести, это же, ну, они же близкие, у нас дети родственники, в общем-то, кровные, ну, как бы, я даже не думала, что окажусь в такой ситуации, по сути, сегодня безвыходной. Мы написали много заявлений очень в прокуратуру, дальше пошли отписки, отказы в возбуждении уголовного дела, то есть никто не видел никаких мотивов для того, чтобы это дело все-таки завелось. До тех пор это продолжалось пока в октябре или в ноябре 2019 года я не регистрируюсь уже, как бы, сама на проекте «За бизнес» и излагаю эту историю там, и прикладываю документы, отказы от имени прокуратуры, так как там направлено было все под контроль в Генеральную прокуратуру, мне пришел ответ, что выявлено громадное количество нарушений и в сроках процессуальных, и в, в общем-то, действиях тех лиц, которые попадали в мои какие-либо заявления. Ну, было выявлено, что нарушено то, нарушено сё. В правоохранительных органах, естественно, как бы на это писали уже свои ответы, но дело дошло до того, что мы с мамой Еленой Березовской через депутатский запрос попадаем на прием к заместителю прокурора Саратской области Минееву, который, в общем-то, собирает всех лиц, которые вели это дело, и на совещании начинает спрашивать. Спрашивал достаточно строго, то есть здесь претензий нет никаких. В итоге дело через 9 месяцев после подачи первого заявления завелось. Семья Березовских стала намекать на то, что неплохо было бы ее обанкротить, создать дубль управляющей компанией для того, чтобы, в общем-то, не платить долги, выйти, это стандартная схема, выйти и, в общем-то, работать дальше с чистой компанией. Ну, очень интересная позиция была семьи Березовских. Я тогда и озвучила, я говорю, ребята, хотите, если банкротить, оформляйте на себя и на своей фамилии банкротить. Дальше началось давление, психологический такой прессинг. То есть днем я боролась с ветряными мельницами, отстаивая стимул, который, ну, как теперь уже, я понимаю, не сильно кому-то нужен был. А дальше вечером мне звонили мама Елены, Елена Алексея Алексеевича, рассказывали какие-то истории. То есть держали меня всегда в тонусе, получается, для того, чтобы не расслаблялась, так скажем. Я считаю, что это было сделано для того, чтобы чисто психологически я была у этих людей под контролем. Но всю серьезность ситуации я стала отражать после того, как в первый раз в октябре 2019 года подошли к моему ребенку, который пришел из школы и сказал мне однажды, мама, вот ко мне подходили там два дяди и тети, и спрашивали, а где твоя мама живет, а как твоя мама живет, а с кем твоя мама живет, а что она вечерами делает. Я позвонила Елене, то есть в курсе были все, и мама Лены, и сама Елена. Я сказала, ребят, я больше не раб, и я имею право больше не помогать вам. Я не хочу, чтобы на мне был оформлен завод, и чтобы на мне была оформлена управляющая компания. Давайте списываем завод и списываем с моей семьи управляющую компанию. Дело уже было возбуждено на Тарновскую, на предыдущего директора по стимулу. Директором завода исполнительно на тот момент был некто Артем Скорынин, который, в общем-то, был дружен с Ольгой Тарновской. И когда я появилась на горизонте по заводу, он сбегал, проконсультировался к Тарновской. Та ему рассказала, что все будет плохо, на тебя заведут уголовное дело, что вот она отмороженная. Ну, то есть, в общем-то, тот имидж, который у меня был нарисован, он, в общем-то, и перешел уже впоследствии на завод. Якобы Артем пытался вывести денежные средства с завода, и мне, как учредителю, необходимо было это спасти и приостановить операции по банковским счетам. Когда мне озвучили сумму 3 миллиона, ну, по моему мнению, в офшоры с такой суммой не убежишь. То есть, опять же, нужно было создать такую вот ситуацию, панику среди тех людей, которые, ну, как я думаю, работали на заводе. Это, как бы, Артем, главный бухгалтер, который, я там первый раз появилась, она мне сообщила, ой, Екатерина Ивановна, мы все ваши подписи, там, в каких-то документах по госконтрактам, мы ваши подписи все подделывали. Я говорю, ребята, зачем вы это делали? Ну, в 19-м году, вот, насколько мне известно, просто по открытым источникам, оборот на заводе составил, ну, около миллиардов, там, или 700 с чем-то миллионов. Где-то в апреле 20-го года на заводе создается совет директоров, куда председателем ставят меня, двоюродного брата Елены Березовской, Дмитрия, его маму, и Артем Скорынин входит, и Заикин Михаил, это люди, которые работали там на заводе. Как, в общем-то, нам объяснили, что совет директоров необходим для того, чтобы отстранить Скорынина от оперативного управления, в общем-то, от единоличного управления заводом. С момента создания совета, который, в общем-то, никаких финансовых решений не принимал, завод вдруг начинает рушиться, ну, так скажем, и его постепенно, постепенно, постепенно подводят под процедуру банкротства. В настоящее время на заводе введена процедура банкротства, назначен конкурсный управляющий. В настоящее время подано заявление о включении меня в процесс банкротный, потому что я понимаю, что сидеть просто так это преступление будет, это значит согласиться со всем. где, в общем-то, видно, что с завода денежные средства выводились умышленно. За полгода, по крайней мере, по тем данным, которые пишут аудиторы, это составляет 76 миллионов рублей. Ну, будем включаться в процесс судебный. Я, как учредитель, наверное, тоже имею на это право, раз уж это на мне все оформлено. Я, Лихачева Екатерина, хочу обратиться еще раз к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с целью взять под контроль всю ту ситуацию, которая происходит со стимулом, потому что его растаскивают с целью развалить а, уголовное дело на предыдущего директора, ну, и б, если не будет, в общем-то, предприятия, то и домов в управляющей компании, то управляющая компания не будет, а долги останутся. И в любом случае их платить тогда моей семье, а мы их, в общем-то, не создавали, и участвовать в этом не очень бы хотелось. Ну, и хотелось бы обратить внимание на ситуацию с заводом, и мной написано заявление по заводу на доведение предприятия до предумышленного банкротства. То есть мне бы хотелось, чтобы этой ситуации тоже не осталось без внимания.